МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддерживая государственную стратегию о развитии малого и среднего бизнеса, налоговая служба совершенствует налоговую политику и формирует среду, чтобы платить налоги было проще, чем от них уклоняться. Как известно, с начала этого года в четырех субъектах РФ в Москве, Московской и Калужской областях, Республики Татарстан проводится эксперимент по установлению нового специального налогового режима – налог на профессиональный доход. Учитывая, что эксперимент будет расширяться, мы решили поговорить с начальником отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области Светланой Колодезной об особенностях нового режима. Светлана Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Кто такие самозанятые и какие преимущества, в том числе в социальном плане, приобретут они, легализовав свою деятельность? Ну, мы уже говорили об этом с вами. Самозанятый гражданин – это гражданин, который работает сам на себя. У него нет наемных работников, и он сам не является наемным работником. Самозанятый фрилансер. Такая форма работы в последние годы приобрела широкое распространение. Однако она не является традиционной для нашего государства. С советских времен наши люди привыкли работать на предприятиях, в коллективе, состоять в профсоюзе, в общем-то принадлежать к определенной группе. И сегодня для старшего поколения внук-фрилансер – это безработный внук, который никак не может взяться за ум, никак не найдет в себе порядочную, нормальную работу. Конечно, это не так. В большинстве эти люди осуществляют активную деятельность, но нелегально. Поэтому стать плательщиком на профессиональный доход – это хорошая возможность легализовать свою деятельность. И, безусловно, и с точки зрения социального аспекта. Ведь здесь определены твой и трудовой статус, и статус правовой. – Светлана Евгеньевна, а какова аудитория налога на профессиональную деятельность и каковы особенности данного налогового режима? – Аудитория широкая. Во-первых, здесь зарегистрированы в большей степени – это пассажирские перевозки, репетиторство, фотографы, мастера маникюра. Иначе это та категория, которая обеспечивает себя работой сама. То есть обеспечивают себя сами работой. Первые итоги эксперимента позволяют сделать выводы о том, что эксперимент стартовал удачно. На территории Российской Федерации на сегодняшнюю дату зарегистрировано более 270 тысяч налогоплательщиков, из которых более 90% никогда не были индивидуальными предпринимателями. И многие из них – это совершенно новые лица, новые люди. То есть вовлечены в правовое поле добровольно, самостоятельно. Раньше они никогда не платили налоги. И для сведения, суммарный доход, полученный этими зарегистрированными самозанятыми гражданами, составляет более 30 миллиардов рублей. Вот вы спрашиваете, какие особенности нового налогового режима? Ну, во-первых, для применения нового режима абсолютно не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимательства. Это не обязательно. Доход за календарный год ограничен в сумме 2,4 миллиона рублей. Если лимит превышен, то лицо теряет право нахождения на специальном налоговом режиме. Более того, налогоплательщики налогово-профессиональный доход освобождаются от подачи налоговой декларации, от уплаты страховых взносов, не применяют ККТ индивидуальные предприниматели, не нужно платить налог на доходы физических лиц и НДС. Важно, что этот режим позволяет легализоваться владельцам квартир, которые сдают в аренду. Напомню, в настоящее время это ставка 13% тех, кто предоставляет квартиры в наем. Но сейчас это актуально для тех, кто зарегистрирован, проживает у нас в Брянской области, но имеют квартиры и сдают их в тех субъектах, где проводится эксперимент. Поэтому наши плательщики тоже могут стать участниками этого проекта уже сегодня. Светлана Евгеньевна, а сколько же стоит легализация вот этих своих отношений с государством? Налоговые ставки низкие – 4,6%. Размер ставки зависит от того, от кого поступает доход от реализации товаров, работ или услуг. Если от физических лиц, то 4%. Если от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то 6%. Светлана Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, о способах регистрации в качестве плательщика вот этого налога на профессиональный доход. Для того, чтобы зарегистрироваться, во-первых, не нужно посещать налоговую инспекцию. Не нужно заполнять специальные формы, не нужно платить госпошлину. Достаточно загрузить в телефон мобильное приложение «Мой налог» и при помощи сканирования паспорта пройти идентификацию. Вы получите сразу вход в систему, конечно, если вы зарегистрированы в личном кабинете. Далее через это приложение вы можете фиксировать свои продажи – наличные и безналичные расчеты, формируя чек как для себя, так и для покупателя. И он немедленно придет к вам в электронном виде. Этот чек такой же, как и все в рознице. Он имеет тот же статус, он интегрируется в собираемой Федеральной налоговой службой единый фискальный чек по всей стране. И вот привязав к приложению банковскую карту, можно уплачивать соответствующий налог. Все, на этом вся регистрация и, собственно, весь учет. Вы исполнили свои налоговые обязанности, к вам не будет никаких претензий, работаете легально. То есть все очень просто. Светлана Евгеньевна, а может случиться так, что законодатели вот сейчас установили эту ставку 4-6%, а завтра увеличат ее? Не согласна с вашей информацией, закон уже принят. И размер ставки утвержден на 10 лет вперед. Вносить поправки, ухудшающие положение налогоплательщиков, не допускается. Светлана Евгеньевна, а на пенсию самозанятые себе заработают? С законом предусмотрена добровольная уплата взносов в пенсионный фонд. И от этого, соответственно, будет зависеть размер страхового стажа. Поэтому желающие увеличить его размер могут сделать взносы в пенсионный фонд самостоятельно и добровольно. Светлана Евгеньевна, а вы не просчитывали ваше ведомство, какую прибавку получит местный областной бюджет, когда эксперимент расширит свои географические рамки? Понимаете, дело в том, что этот режим не ради сбора налогов вводится. Фискальный интерес здесь на втором плане. На первом плане социальная цель. Мы формируем прозрачную бизнес-среду. На первый план выходит сам факт того, что гражданин работает открыто, не неся никаких расходов, рисков. При этом он защищен государством. На социальную поддержку. Из 4% налога полтора зачисляется в фонд обязательного медицинского страхования. Эксперимент будет расширяться. С 1 января 2020 года в него войдут еще 19 регионов. Это города-миллионники. Санкт-Петербург, Новосибирская, Воронежская область. Наша Брянская область и все субъекты Российской Федерации, не вошедшие в пилотный проект, ориентировочно войдут с 1 июля 2020 года. Поэтому у наших земляков есть время изучить новый закон, его преимущества и принять правильное решение. Ну то есть это неизбежно, да? Рано или поздно это все равно наступит. Безусловно. Большое спасибо. Сегодня на вопросы программы налоги отвечала начальник отдела налогоблажения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации по Брянской области Светлана Колодезная. Спасибо вам за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин